Кугеча или Пасха по-марийски. Один из самых значимых календарно-обрядовых праздников народ Марии отметит в это воскресенье 16 апреля. В старину Кугеча, что переводится как Великий день, праздновали в пятницу. Как и прежде, у марийцев вся неделя праздничная. Так, например, в четверг поминают усопших, а в пятницу начинают готовиться к самой Пасхе. Кугеча для семьи Эльвиры Куклиной – семейный праздник. Ее родные – двоеверцы. Поэтому Марийскую Пасху отмечали вместе с православной – воскресенье, но с соблюдением традиционных национальных обрядов. Сейчас же Эльвира старается уделять внимание всей праздничной неделе. В четверг специально приготовила блины, чтобы помянуть родственников. В детстве в канун Кугеча семья Эльвира обязательно ходила в баню. После все надевали новую одежду. Яйца красили луковой шелухой. И раз в год, только на Пасху, готовили специальные пироги. Туда вкладывается своя философия, философия жизни. И то, что это из зерен сделаны пироги. У нас, например, в семье всегда осенью оставляли, как тушенку делали. Вот гусь, определенный гусь был в трехлитровой банке, я помню этот гусь. И этот именно для тех пирогов, которые пекли на Пасху. Вот это всегда было. Главное отличие Марийской Пасхи от православной – в обилии песен, танцев и игр. В этот день качаются на качелях, ходят в гости и обязательно обмениваются крашенными яйцами, вручая их друг другу. Люди желают благополучия и здоровья. В некоторых районах республики катают этот символ праздника с горки. Согласно марийской мифологии, именно из яйца появился мир. В Кугеча старались проснуться рано, чтобы встретить рассвет. Еще один символ праздника – обрядовый танец Ташлама Курка. Я этот ритуал называю учебником по психологии. Почему? Потому что в пятницу вечером, самый такой пик, кульминацию праздника, вся община собиралась. И благословение Онаен, то есть карта, мужчина и женщина, любящие сердца, исполняли вот этот танец. Я думаю, что сегодня, может быть, сам смысл этого праздника, он ушел, он, да, как-то, понятно, устарел уже. Но то, что мы восторгаемся мудростью нашей традиции, вот это оставляет надежду, что все-таки действительно все праздники, традиции, они утверждались не случайно. И каждый ритуал имел очень глубокий, серьезный, жизнеутверждающий смысл. Кугеча начинают отмечать еще в понедельник. В старину в этот день Марии ходили к роднику, где умывались чистой водой и просили у богини здоровья и сил. Среда – день запретов, до полудня даже не занимались домашними делами, веря, что это поможет огородить семью от злых сил. Марийская Пасха – древний и почитаемый праздник. Для многих он означает пробуждение природы и наступление весны.